В системе МВД России служат сотрудники, девиз которых «Служа России, служим народу». Сегодня правоохранительные органы являются реальной силой, способной противостоять преступности и обеспечивать общественную безопасность и покоя граждан России. Об условиях и порядке поступления на службу в органы внутренних дел и требованиях, предъявляемых кандидатам, мы попросили рассказать начальника отдела в кадрах Управления по работе с личным составом ВВД по Карачевой Черкесии Романа Самойленко и старшего инспектора по особым поручениям отдела профессиональной подготовки Министерства Людмилу Горбек. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Людмила. Первый вопрос, наверное, Роман, я буду адресовать вам. Скажите, насколько сегодня укомплектовано кадрами Министерство внутренних дел Карачао-Черкесии и много ли желающих служить в полиции? Ну, не комплект в МВД по Карачао-Черкесской республике присутствует, но он рабочий. То есть люди увольняются на пенсию, переводятся в другие регионы. Желающие есть, но мы всегда рады новым поколениям, чтобы у нас менялось, чтобы обновлялось. Поэтому мы рады всех видеть. Представителям правоохранительных органов сегодня предъявляются очень серьезные требования. Скажите, каким должен быть полицейский сегодня и какие первоначальные требования предъявляет кандидату, который решил связать свою судьбу со службой Министерства внутренних дел? Первоначальные требования – это граждане Российской Федерации, лица, достигшие 18-летнего возраста, обладающие знанием государственного языка, обладающие должной физической подготовкой – это очень важный момент в нашей службе, также обладающие морально-деловыми качествами и соответствующие квалификационным требованиям, которые предъявляются по ряду должностей. Скажите, Роман, а насколько верно утверждение, что у сотрудника полиции непременно должно быть высшее юридическое образование? Для определенных должностей, вы правы, необходимо обязательно наличие высшего юридического образования. Это ряд должностей, которые в органах предварительного следствия, правовое направление. Мы приветствуем ближе, чтобы у всех было юридическое образование, но тем не менее есть ряд должностей, которые не нужно иметь высшее юридическое образование. Допустим, младший наш состав, опять же повторюсь, что среднее образование. Есть, допустим, у нас инженеры, у нас есть направление тыла, там требуется. Есть у нас IT-технологии, там, допустим, программисты, техники программисты, там не нужно высшее юридическое образование. Наверное, один из самых важных вопросов, какая сегодня зарплата у полицейского и какими льготами и видами довольствия обеспечивается сотрудник Министерства внутренних дел? Денежное удовольствие сотрудника складывается из оклада по званию, оклада по должности, выслуга лет, установления различных надбавок по должности. Причем они у всех разные. То есть, если, допустим, вы работаете в патрульно-постовой службе, у вас одна надбавка. Если вы работаете экспертом, у вас другая надбавка. Если у вас есть какой-то доступ к государственной тайне, у вас еще есть одна надбавка. Ну, в среднем, если брать сержанта, это от 45 тысяч. И чем больше вы работаете, также установлена надбавка за выслугу лет, и вы продвигаетесь по службе. У вас есть такая возможность. Чем выше вы растете, тем больше ваше денежное удовольствие. Также у нас есть отпуска. Основной отпуск у сотрудников внутренних дел это 30 дней без учета выходных. Также предоставляется дополнительная отпуска. Есть ряд должностей, где сотрудники за вредность, мы их так называем. Там тоже, если вы учитесь, вам предоставляется отпуск. Если у вас что-то произошло, отпуск по личным обстоятельствам, все эти отпуска оплачиваются. Также у вас есть возможность встать в очередь на жилье, получить единовременную социальную выплату. Также вы обеспечиваетесь вещевым имуществом в полном объеме. Все сотрудники органов внутренних дел застрахованы. И одним из бонусов у нас это пенсионное обеспечение. Вам нужно проработать в органах внутренних дел 20 лет. На территории нашего региона идет год за полтора. Поэтому сотрудник, если так вот по-простому сказать, туда входит и учеба, половина очного обучения, служба в армии. От работы в нашем регионе, именно в нашем регионе, на данный момент законодательство действует где-то около 14 лет. У вас уже возникает право на пенсию. Ну что ж, Роман, очень хороший, конечно, социальный пакет, хорошая зарплата достойная. Поэтому, Людмила, следующий вопрос у меня будет к вам. Скажите, пожалуйста, какие сегодня вузы в России готовят сотрудников для Министерства внутренних дел? По каким специальностям? И существуют ли какие-то льготы для выпускников таких вузов? Ну, традиционно МВД, покорочая, Черкесской Республики является комплектующим органом таких образовательных организаций, как Краснодарский университет МВД России и его филиалов в Ставрополе, Волгоградская академия МВД России, Воронежский институт, Орловский юридический институт МВД России и Ростовский юридический институт МВД России. Также мы осуществляем комплектование Астраханского Суворовского военного училища. И по отдельным специальностям уже дальше, по заявкам мы можем, в принципе, заказывать места и в Московском университете МВД России, и в Санкт-Петербургском университете МВД России. Это уже по тем специальностям, которые не могут осуществлять ближайшие вузы, которые расположены здесь неподалеку. Кроме того, осуществляем отбор кандидатов для поступления в Суворовское военное училище МВД России, куда у нас принимаются несовершеннолетние граждане мужского пола, не достигшие 17-летнего возраста, окончившие 8 класс в году поступления. В училищах у нас осуществляется подготовка кандидатов для получения основного общего среднего образования, а также они получают начальные военные, юридические знания и навыки. Зачисление научной формы обучения уже является поступление кандидата на службу в органы внутренних дел. Кандидат назначается на должность курсанта, ему устанавливается должностной оклад по званию, по должности, присваивается специальное звание рядовой полиции. Ежемесячно в среднем денежное удовольствие курсанта первого курса составляет около 15 тысяч. Что касается трудоустройства выпускников наших вузов, по окончании обучения они назначаются на должности среднего начальствующего состава и согласно полученной специальности и полученной специализации проходят службу уже на должностях в территориальном органе МВД России, который его направил на обучение. Они назначаются на должности в обязательном порядке, мы их трудоустраиваем. Но если с выпускниками вузов профильных все понятно, что их обязательно трудоустроить на работу, то как быть тем, кто приходит с улицы и не имеет образования? Роман, скажите, как проходит процесс трудоустройства, кому и куда обращаться? Вы обращаетесь в тот территориальный орган по месту жительства, пишете заявление о приеме на службу, предоставляете пакет документов, которые в себя включают паспорт, военный билет, согласие на обработку персональных данных, копии диплома об образовании. Вы пишете автобиографию, вас проверяют по спецучетам, вы задаете нормативы по физической подготовке в соответствии с той должностью, на которую вы претендуете. В отношении вас проводится психофизиологическое исследование на выявление токсических веществ. Также вы проходите психологическое тестирование. По результатам всего этого просматриваются ваши материалы, составляется акт, и если вы положительно прошли все это, вас принимают на работу, но есть нюанс. В зависимости от должности, на которую вы пошли, и от рекомендаций психолога, у вас становится стажировка. Стажировка, как правило, от 3 до 6 месяцев, еще раз напомню, в зависимости от результата психологического исследования. По результатам стажировки, если вы проходите ее положительно, вас зачисляют в сотрудники органов внутренних дел. Кроме того, хотелось бы добавить, что у нас есть новые субъекты. Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Херсонская область, Запорожская область, в которых также осуществляется набор сотрудников органов внутренних дел. Там немножко упрощенные требования при трудоустройстве, там вам не нужно психофизиологическое исследование проходить, также там не устанавливается стажировка. Все контакты, по которым вы можете обратиться, есть на сайте МВД Пократчай-Черкесской республики. Также и на районном уровне в нашей республике вам могут дать все контакты. На работу как ранее не проходившие службы в органах внутренних дел приглашаются, так и сотрудники ранее проходившие службы в органах внутренних дел. И последний вопрос. Человек, приходя и устраиваясь на работу, все-таки волнуется и переживает. Что бы вы посоветовали, как достойно пройти испытания? Если вы решили связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, мы вам окажем максимальное содействие при трудоустройстве. Все, что необходимо, расскажем, покажем, направим. Ну и в целом добро пожаловать. Самое главное – это желание действительно служить, проходить службу в органах внутренних дел. Подчас она, возможно, и трудна. Есть сложности, трудности, но при желании учиться, узнавать новое по своей специальности, по своей службе, по своей работе, я думаю, что никаких особых проблем и трудностей не возникнет. Ну что ж, Роман, Людмила, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Вам удачи в вашей работе и побольше хороших кандидатов в вашей непростой, но очень нужной и важной работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова